Ловкость рук и безграничная фантазия. Чудо-машину удалось создать инженеру-конструктору из украинского города Винница. На суше это обычный кабриолет, а вот на воде настоящий рыболовецкий катер. И всё это на базе обыкновенного запорожца. На нём прокатился наш корреспондент Родион Тунинский. Три недели работы в своём гараже, 3000 гривен, это примерно 10 тысяч рублей, и чудо-техники готово. Перед вами автомобиль-амфибия, сделанный руками инженера-конструктора из Винницы. Пётр Кищенко знаменит на всю округу. В его гараже несколько самодельных авто. Местный Кулибин начинал вот с этого вездехода, детали которого ему достались от деда. Всё уже сделано своими руками из металла. Из 12 листов металла было куплено и сделаны. Мосты тоже переделаны из 21-х моделей, 21-й Волги и ГАЗ-21. И двигатель волоски, и двигатель руля, ну и там прочие такие запчасти, все, которые подошли хорошо и писали себя. Идея сконструировать ещё одну машину, на которой можно было бы ездить не только на охоту, но и рыбачить, у мастера возникло давно. Мотор от бегового катера плюс турбина-водомёт и умелые руки. И вот уже старый запорожец уверенно чувствует себя как на трассе, так и на воде, сильно удивляя егерей и рыб-инспекторов. В воду заповодец заходит уверенно, ведь его обшивка пенопласт. Правда, желающих прокатиться на таком авто пока не находилось. Поездка на заповодце напоминает американские горки. То тебя поднимает вверх, то резко опускает вниз. В амфибии практически ничего нет, ни кири, ни лопастей. Мини-кабриолет на 5-ти литрах бензина может катать своего владельца по селу хоть целый день. Весит амфибия 740 килограммов и по воде развивает скорость до 60 километров в час. Опытные водители удивляются простоте конструкции. Я вот сколько лет за рулем катаюсь, а такого еще не видел. Чтобы машина так вот запросто с берега и в воду. И самое интересное, как на вид обычный запорожец, ну, прям мастер молодец. Петр Кищенко не устает нахваливать конструкторов запорожца. Говорит, они создали уникальный транспорт, еще и дали возможность экспериментировать. За эту диковинку ему предлагали новый автомобиль, но он отказался. И второй такой делать не собирается. Амфибия и запорожца должна быть одна. Родион Туницкий, Максим Колесников, ТВ-центр, Винницкая область, Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова